...наверх, да, это она была построена турками в 16 веке. Дальше, если от золотого купола смотреть налево, в центре 8-го города виден белый купол. Это синагога, так называемая большая синагога. В любом еврейском городе есть главная центральная синагога, которая всегда называется большая. Не знаю, что она самая большая по размерам, но так она и называется большая синагога. А еще левее, вот видно такое здание прямоугольное с двумя рядами окон. Видите, да? И вот если от этого здания посмотреть немножко направо и вглубь, виден серый купол. Видим? Это храм Гроба Господа. Вот там мы с вами были, да? Помните, там на самом деле, ну отсюда не видно, потому что один купол меньше, а вот который побольше виден, там два купола. Один там, где в земле христианского мира, он поменьше. А вот который побольше, как раз мы тоже там, кстати, стояли, когда стояли в очень круглую гробницу. Второй купол, в гробнице. Если еще лепее смотреть, видно здание с серым треугольным куполом и рядышком колокольня. Вот это гора Сион. Помните, мы там проезжали с вами? Я вам рассказывала, что на горе Сион была горница тайной вечери, но гора Сион святая в небе тоже, потому что на гору Сион сайт Давид перенес Ковчег Завета со скрижалями Завета и сделал Иерусалим столицей мейского государства. Справа, вот на горизонте видно три важные. Вот эта гора с тремя высокими зданиями, это Масличная гора или Оливковая гора, куда мы с вами сейчас и направляемся. Самое правое здание высокое, видите, светло-серый купол, на нем золотой крест, ну, высокое здание. Называется оно Русская Свеча. Это правда, Русская Церковь, Русская Православная Церковь Вознесения. Это то место, где Иисус вознесся на небеса. Три дня он был в гробу, воскрес, храм гроба Господня. Мы с вами там побывали, мне кажется, очень удачно. Потом он 40 дней ходил по нашей земле, поэтому 40 дней были для того, что зашел вот сюда, на Масличную гору, вот это высокое здание, да, как свеча. Это место, откуда он вознесся на небеса. Левее, вы видите, тоже такое вот, как прямоугольная колокольня такая, да? Это церковь, ага, это церковь на территории больницы. Больница была построена последним кайзером Германии, и он ее назвал по имени своей супруги Августа Виктории. Тот были тогда турки, в 1890 году, последний кайзер Германии, где второй посетил Святую Землю. Вот были турки, а турки же были большие друзья, да, и союзники с немцами. В Первую мировую войну, и он на свои личные деньги построил эту больницу. А еще левее видно комплекс белых зданий, не видно, что они современные, да, и здание со шпилем. Это университет, еврейский университет, был основан в 1925 году, при непосредственном задействии Альберта Эйнштейна. Это первый еврейский университет. Если от храма Вознесения, смотрите налево, вниз немножко, видно золотые купола. Вот мы вчера там с вами проезжали. Это тоже узкая церковь Марии Магданфинной, вот на Мастичной горе. А вот как раз под ней видно здание такое с треугольным фронтоном, и дальше серая плоская крыша. На самом деле она состоит из куполов. Это церковь всех наций, куда мы с вами тоже сейчас поедем. И вот как раз рядом с этой церковью находится Невсиманская битель, Невсиманский сад, где мы увидим мор Савалиф Толзбери, который больше двух тысяч лет. И мы с вами очень-то сейчас практически на границе находимся между Западным и Восточным Русалином. Восток там, там, кстати, Мертвое море, вот там. Там Иудейская пустыня и Мертвое море, направо от нас. Прямо перед нами направо. Это пасту, что здесь город, и тут живут еврей. А вот то, что мы видим, вот эти все зеленые массивы, более современные здания, это уже еврейская часть города, это замковый Мерсалим, и тут живут. Это вот здесь стена, это Кристина плачевная или это охрана? Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, фотографируйтесь. Кристина там плачевная. И едем уже знаем куда, да? В общем-то, на Москвичной, по душе и по Москвичной горы. Там где находятся? Там где находятся? Один доллар запуск портрет.